Лучшие судебные приставы при Волжье на несколько дней покинули свои рабочие места. Сегодня в Кирове решалось, кто из них будет представлять наш округ в финале всероссийского смотра конкурса. Прием. Так, есть освободитель в лоб? Куда? Я понимаю, это крепкий парень, да? Но все равно, либо в ролик, либо промежность надо было нанести. Кто-то за столом и с ручкой в руках, другие на борцовском ковре и в рукопашном бою. В течение нескольких дней за звание лучшего боролись приставы-исполнители, дознаватели, приставы, осуществляющие розыск и судебные приставы по обеспечению порядка деятельности судов. У всех свои испытания. У силовиков основной упор делался на огневую и физическую подготовку. Среди них лучшие результаты показал Александр Князев из Башкортостана. К специальных соревнованиям он не готовится. Уверен, спорт и специфика их работы – понятие неразделимое. Приходится применять и боевые приемы борьбы, и специальные средства, там наручники одеть где-то. Довольно-таки нередко, скажем так. Не то чтобы часто, но случается. В отличие от приставов, следящих за судебными процессами, у приставов-исполнителей, дознавателей и розыскников совсем иной рабочий ритм. Поэтому и требования были другие – знания теорий, норм и документов. Светлану Леухину, которая стала лучшей трудными заданиями, не испугаешь. Мне нравится моя работа. Мы работаем с людьми ежедневно. Мы исполняем решения от суда. Кто-то же должен этим заниматься. То есть, несмотря на то, что это тяжело? В каких-то моментах тяжело. В каких-то моментах это необходимо. Всего в конкурсе участвовали больше 50 человек. Все члены жюри отметили высокий уровень подготовки специалистов. По уровню ответов я поприсутствовал, хотя я не член комиссии. Послушал, как сотрудники отвечают, как они сдавали сотрудники по УПДС физподготовку. Есть отличия. То есть, уровень подрастает. Отметим, что победители конкурса поедут защищать честь ПФО. Милана Поварницына, Максим Козлов, Вести, Кировская область.